Это очередная самоволка. Земельный участок в собственности. У застройщика разрешение только на строительство частного трехэтажного дома. По факту уже 9 этажей. По нашей информации, да, это жилой дом многоквартирный. Недобросовестный застройщик большинство квартир или все уже продал. Поэтому если меня сейчас увидят жители нашего города или гости, которые купили квартиру в этом доме, мы просим их обращаться в правоохранительные органы. На незаконное строительство администрация города подала иск в суд. Вердикт однозначный снести. И дата – октябрь 2015 года. Прошло более 9 месяцев, но застройщик разбору дополнительных этажей не приступил. Была возложена обязанность на должника по сносу данного незаконного строения. Должник, естественно, не выполнил решение суда. В связи с чем в июле 2016 года был изменен порядок и способ исполнения решения суда, где суд обязал привлечь стороннюю организацию для сноса строения. Рабочие приступили к сносу полностью всего дома. Со стороны застройщика препятствий нет, говорят судебные приставы. Их задача – контролировать, чтобы ничто не помешало процессу разбора многоэтажного сооружения. Аналогичные работы администрации города сейчас проводятся и в Амеретинке. Там сносят шестиэтажный дом. Таких зданий в городе около 200, которые ждут своей очередности на снос. Ранее у застройщиков была возможность узаконить строение через суд. Сейчас это стало невозможным. Изменения в 222 статью Гражданского кодекса были внесены еще год назад. Их суть – возведенное строение должно полностью соответствовать изначально заявленным параметрам и действующим правилам землепользования и застройки. В связи с этим борьба с мавоками стала идти в городе интенсивнее. Проверяются градостроительные и строительные нормы при возведении самостроя. По идее, объект должен еще и отвечать санитарным, экологическим и другим нормам законодательства. Всем этим в Сочи занимается правовое управление администрации города. Сегодня в судах решается судьба еще 150 самовольно возведенных зданий. Елена Австец, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ».